А ну-ка, давайте, попробуйте оспорить эту мысль. Вот, смотрите, парняшка родился здесь, вырос здесь, друзей нашел здесь, пометили их всех, кормят вроде бы хорошо. Но им кажется, что хорошо, потому что другого они не видели. А когда они повзрослеют, их выдает без остатка, заставят родить еще одного малыша, потом пустят на мясо. И чтобы эта скотина не возмущалась и не орала, не бунтовала, им внушат такую идею, как родина. Вот это скажет их родина. Это ваша родина. Любить ее нужно, родину любить. Не обращать внимания на то, что кто-то их доит, кто-то их сожрет в итоге, кто-то ими пользуется. На это зачем смотреть? Нет, вы родину любите, родину. Деритесь между собой, защищайте свою родину. Вот в этом говне лежите и любите свою родину. Вот, не достает до еды. Да? На. Вот так вот с ними. И смотрите, вот здесь вот, да? Вот прямо за заборчиком, ну вот зеленые луга начинаются, лесок, там речка проходит. Но они этого ни хрена не знают. Они только из-за забора смотрят и им рассказывают. Знаете, у нас самая лучшая земля. У нас самая великая нация, сука. Вы не представляете, какая у нас жесткая родословная. Мы такие крутые. У нас есть все. Забор, е-мое. Говно под ногами. Солома здесь. Что вам еще нужно? У вас даже вентиляторы есть, чтобы прохладненько было. Вообще без проблем. Вот и ребят заказали. Сейчас они вам новую крышу натянут. Радоваться надо. Какие луга, какая трава, какая речка. Наслаждайтесь своей родиной. А потом, если корм закончится, я им просто расскажу, что у вас корма нет. Потому что вон там вот за рекой есть твари. И за них у вас плохо. Пойдемте убьем их. И унитазы заберем у них. Я уже говорил и еще раз повторю. Понятие родина придумали для рабов. Любить нужно тех, кто рядом. И защищать ту землю, которую отвоевал себе. А отвоевал путем чего на сегодняшний день? Путем выборов правильного президента и так далее. Эта земля должна быть вашей. Она должна быть такой, какой вы хотите. А не такой, какой хочет тот, кто вами управляет. Продолжение следует... Продолжение следует...